Всем здравствуйте! У нас конец апреля и в очередной раз, встречаясь здесь в теплице, мне хочется поговорить о пеларгониях. Но прежде, в первую очередь, мне хочется поблагодарить всех тех, кто приобретал наши черенки в зимний период. И вот буквально на прошлой неделе мы отправили последнюю партию укорененных черенков. Еще раз хочу сказать и поблагодарить всех, и хочу также отметить тот факт, что если вдруг какие-то, может быть, возникли проблемы с черенками при получении, обязательно нам напишите, не стесняйтесь, мы постараемся помочь и, конечно, разобраться во всех сложившихся ситуациях. Но все же тема сегодняшней нашей встречи заключается преимущественно в ответе на главный вопрос, какие цветы посадить, чтобы любоваться их цветением на протяжении, ну, хотя бы, скажем так, большего количества месяцев в году, чтобы они были менее трудозатратные и, естественно, были универсальными. И ответ на этот вопрос, он достаточно прост, поскольку мы как раз и говорили о данных растениях, это, конечно, пеларгонии. И хочется все же еще раз для тех, кто не настолько близко знаком с данными растениями, хотя я тоже не считаю себя специалистом в этой области, Я могу лишь опираясь на свой опыт, уже какой-то наработанный, да, и именно располагая, пусть небольшой, но все же коллекцией данных растений, могу смело утверждать, что эти растения однозначно заслуживают внимания, однозначно можно причислить их к разряду универсальных растений, поскольку все же выращивая их, будь то в домашних комнатных условиях, а затем перенеся или высадив в открытый грунт, в свой сад, в озонах, кашпо или именно даже высадив в клумбу, мы можем получить замечательную, обильно цветущую, декоративную клумбу, которая будет радовать нас на протяжении всего летнего периода. И вот вы можете видеть, что именно сейчас пеларгонии цветут, хотя сразу оговорюсь, что все же маточники в большинстве своем у нас были расчеренкованы, и, конечно, настолько обильного цветения со всех растений мы получить не можем, но даже сейчас, располагая уже небольшим количеством данных растений, можно видеть, насколько большой выбор, насколько широк ассортимент данных растений, и все же опять мне хочется несколько слов о каждой из категорий, которые у нас в нашем небольшом каталоге присутствуют, сказать. И в первую очередь, конечно, это королевские пеларгонии, вы можете видеть, что все же даже представленный ассортимент достаточно обильный, и можно видеть, что формы, окраски, интересные сочетания цветов, опять же хочется подчеркнуть обилие именно крупных, ярких, завораживающих цветов, это королевские пеларгонии. И все же, если говорить на чистоту, наиболее часто встречающая трудность при выращивании их все же в комнатных условиях, это то, что все же необходим им период покоя. Не будем лукавить, не будем скрывать, если вы решили приобрести королевскую пеларгонию и выращивать ее, допустим, в зимний период в домашних условиях, а летом выносить на лоджию, балкон или даже вывозить в сад, то нужно иметь в виду, что зимой хотя бы месяц мы должны хранить их при положительных, но пониженных температурах. Это около 10 градусов. Если у вас есть такие условия, вы можете растению предоставить их, значит, однозначно, я считаю, что стоит данное растение выращивать и завести его у себя. Если мы перейдем немного к другой категории зональных пеларгоний, ну, это вообще универсальный солдат, если можно так выразиться, поскольку им не требуется период покоя, у них огромная палитра цветов, фактур, форм. Вот вы можете даже видеть из того, что сейчас у нас находится в теплице, перед вами как обычный зональный пеларгоний сорт нано. Кстати, могу вам сказать, что в прошлом сезоне именно в этих же балконных ящиках растения находились у меня. На участке стояли весь летний период, конечно, с наступлением уже холодов. Я просто обрезала все, допустим, поврежденные листочки, остаточки цветения и поставила на стеллаж, скажем так, в наиболее дальний угол эти растения. И вот сейчас, с наступлением тепла, уже не первый месяц они у меня цветут. То есть, в принципе, и зимой даже было цветение, и преимущественно все зональные пеларгонии цветут, не переставая буквально целый год. Но при условии, конечно, небольших подкормок. И вот даже нано, они уже не один месяц цветут. Постоянно идет смена цветоносов. То есть, одни уходят, другие появляются. Это можно видеть. Конечно, уже часть соцветия мы вырезали, и сейчас видно, что лепесточки осыпаются. Но, тем не менее, и вот данный сорт очень мне нравится тем, что этим растениям уже три года. Но поверить в это сложно, поскольку компактные, очень миниатюрные растения. И вот такие замечательные, обильно цветущие шапки. Замечательный сорт. Далее, рядом вот такой великолепный сорт вельвет. Тоже очень интересная фактура. Такой вот бархатный, если присмотреться внимательно, интересный именно по фактуре своей цветок. Очень крупные соцветия, тяжелые. Опять же, это не пик. Это, скажем так, начало, скромное начало. Далее, хочется, конечно, сказать о махровых зональных пеларгониях. Вот такие замечательные цветоносы могут быть при всей своей скромности. Все же зональные пеларгонии могут быть как обычными, как именно махровые формы. Так вот, интересно, межвидовые пеларгонии. Это смесь зональной пеларгонии с плющелистной. Вот такой интересный может быть по красу. И также в форме и вообще растения. Интересные, очень интересные. Хотя, опять же, вам хочу сказать, что не все наши растения сейчас правильно, скажем так, сформированы. Поскольку это маточники, есть определенная работа. Все-таки отличие тех растений, которые мы выращиваем у себя на подоконнике. Их правильно формируем. Все же маточники немножечко у нас по другой технологии. Отдельное хочется сказать, конечно, слова, выразить свой восторг. Это именно от зональных розыбунных пеларгоний. Опять же, вот одно из маточных растений у нас, конечно, нещадно было вновь расчеренковано в конце февраля. И вот за такой короткий промежуток времени вновь выпустила высокие такие стебли. И вот сейчас начинает свое цветение. Обворожительные розочки. И, конечно, когда их становится больше, это просто восторг. Действительно, очень интересное растение. Это некий акцент как в домашних условиях, на подоконнике, на лоджии. Так и если выставим данное растение в сад, это, конечно, действительно настоящая изюминка. Также хочется сказать о тюльпановидных зональных пеларгоний. Хотя, к сожалению, у нас сейчас нет цветущих маточников. Вот данное растение, это новиночка, которую мы сами ранней весной этого года приобрели. Это вот единственный представитель именно тюльпановидных пеларгоний. Вот так интересно цветет. Но чтобы те зрители, которые не сталкивались ранее с данным видом пеларгоний, хотя бы имели представление, как они выглядят. Опять же, там и по высоте растения разные бывают, и более высокие, и компактные. Но сам факт, что цветут они вот такими обворожительными тюльпанчиками. Это действительно тоже очень интересные растения. Далее, следующая категория пеларгоний. Это душистые пеларгонии. Ценятся они преимущественно не за обилие цветоносов или яркое цветение. Это все же пеларгонии, которые мы любим за их непревзойденный, ничем не сравнимый аромат, интересную форму листа. И вот здесь несколько у нас растений представлено. То есть можно видеть, какие они могут быть интересные по форме. И все же нужно помнить, что эти растения даже обладают антисептическими действиями, антибактериальными. Не буду, конечно, утверждать на 100%, но лично я в это верю, что данные растения очищают воздух, если находятся у нас в комнате хотя, согласно с тем, что люди, предрасположенные каким-то аллергическим реакциям, не переносят вообще запах пеларгонии. Естественно, душистые пеларгонии не должны присутствовать в тех помещениях, где они находятся, поскольку аромат действительно бывает достаточно стойкий и может вызывать какие-то неприятные ощущения. Но у кого с этим все в порядке и нет никаких реакций, думаю, что такую пеларгонию однозначно можно и нужно завести у себя на подоконнике, поскольку обилие такой зеленой массы, интересные по форме листочки, это действительно очень здорово, очень интересно. И вот также новиночка в этом году. Мы приобрели вот такую интересную по форме душистую пеларгонию, у которых листочки заворачиваются внутрь. Надеюсь, что удастся нам ее вырастить и, конечно же, постараемся укоренить в форме такой небольшой бансай, да, и вообще называется она именно бантросай, если я правильно называю ее. Интересная действительно пеларгония был череночек крошечный, но вот буквально за полтора месяца удалось нам все же подрастить его и думаю, что все будет в порядке. Далее это так называемые виолоцветные или пеларгонии ангелы, тоже заслуживающие внимания растения, хотя многие так скептически относятся к данным растениям, поскольку, ну что там, вроде мелкие такие цветочки, мелкие листочки, но все же сортов виолоцветной пеларгонии также достаточно много. Есть, конечно, более миниатюрные формы, есть высокорослые, которые формируют очень достаточно мощные кусты, но когда это растение начинает цвести, а цветет оно, кстати, на концах побегов, это просто некое облако изобилия цветов, интересных по красу, по форме, правда, напоминающих чем-то вид виолы, анютиных глазок, но может немножко, конечно, и форма меняться, но это действительно что-то невероятное. Интересные растения тоже, которые мы можем использовать для украшения, как и комнаты, так и, естественно, сады, и даже в открытый грудь мы можем их высаживать. Высаживать, конечно, при условии том, что в холодное время года мы заносим все же их в комнатные условия. Далее категория это плющелистные пеларгонии. Вот то, что сейчас у нас цветет, опять же, выбор небольшой. Если вас заинтересуют данные пеларгонии, конечно, на нашем сайте можно ознакомиться с каталогом и увидеть все те растения, которые у нас имеются, имеются и по желанию, конечно, приобрести. Но возвращаясь все же к растениям, плющелистные пеларгонии – это тоже очень интересная форма. Это ампельные пеларгонии, которые образуют тоже большие, бывает, более длинные или короткие плети с обилием цветов, интересных по окрасу, по форме. Это достаточно крупные соцветия. И вот вы можете видеть, что сейчас, к сожалению, конечно, маточник буквально только начинает свое цветение. Опять же, он был нещадно расчеренкован ранней весной. Но интересные, опять же подчеркну, очень интересные по окрасу растения, не требовательные. Единственное, что, конечно, не стоит забывать, что все же плющелистная пеларгония, вот именно, на мой взгляд, это наиболее требовательное растение к питанию. То есть, конечно, нужно понимать, что высаживаем мы ее действительно в питательный воздухо-водопроницаемый грунт и регулярные подкормки. Хотя, хочу сказать, что в зимний период все же я их не подкармливаю, но с наступлением уже весеннего тепла, и даже вот в конце февраля, когда солнышко становится более активным, питание этих пеларгоний повышено, и тогда действительно они будут очень долгое время радовать вас качественным и продолжительным цветением. Это однозначно. И подводя итог нашей сегодняшней встречи, мне хочется сказать, еще раз подчеркнуть, что все же пеларгония – это достаточно универсальные растения, и если вы не располагаете временем возиться с баночками, плошечками, высаживая вообще всевозможные семена, затем пикировать растения, и в дальнейшем уже уход, конечно же, в открытом грунте, я думаю, что есть смысл приобрести именно такие универсальные растения, как пеларгонии, и весь сезон, буквально 9 месяцев, а то и 11 в году, они будут радовать вас обильным цветением, продолжительным, и при этом не будут требовать повышенного к себе внимания, хотя понятно, что от поливов, небольших подкормок мы тоже с вами не убежим. Это все же живые существа, растения, им тоже нужен хотя бы минимальный уход. Ну что ж, на этом, пожалуй, все, что хотелось сегодня сказать и рассказать. Желаю вам хорошей погоды, красивых цветов, и до скорых встреч!